Уважаемый господин Рухани, уважаемый господин Эрдоган, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поблагодарить всех вас за то, что приняли приглашение, приехали в Россию, в Сочи, чтобы обсудить нашу дальнейшую совместную работу на сирийском направлении. Сегодня масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить её захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы. Действительно, по боевикам в Сирии нанесён решающий удар и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне. Менее года назад мы инициировали запуск астанинского процесса, взяли на себя ответственность гарантировать выполнение достигнутых договорённостей, способствовать продвижению межсирийского диалога в Женеве под эгидой ООН. Впервые за одним столом удалось собрать представителей правительств вооружённой оппозиции. Хочу отметить особую роль президента Турции, президента Ирана. Если бы не ваша оппозиция, астанинского процесса бы просто не было. Не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон доэскалации. По итогам семи раундов встреч в Астане приняты и реализуются судьбоносные для Сирии решения. Соблюдается режим прекращения боевых действий. Созданы и функционируют четыре зоны доэскалации в ключевых районах страны. Можно с уверенностью констатировать, что мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному политическому процессу урегулирования. Считаю, что наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии. Прежде всего, имею в виду процесс политического урегулирования, сфинализации этих переговоров в рамках Женевского процесса и на содействие обустройству страны в постконфликтный период. Сегодняшняя встреча как раз нацелена на решение этой стратегической задачи. Нам предстоит подробно обсудить дальнейшие совместные шаги с тем, чтобы закрепить и развить упомянутые позитивные изменения в Сирии. Обвиняемся мнениями о том, как придать мощный импульс политическому урегулированию на основе резолюции 2254 Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Напомню, что этим документом предусмотрен запуск широкого межсирийского диалога с участием всех, без исключения этнических, конфессиональных и политических групп населения. Именно на это нацелена поддерживаемая нами и инициатива созыва здесь, в Сочи, Конгресса национального диалога Сирии. Предлагаю сегодня обсудить параметры этого форума. Сирийскому народу предстоит самому определить своё будущее, согласовать принципы государственного устройства. Очевидно, что процесс реформирования будет непростым. Потребует компромиссов и уступок со стороны всех его участников, включая, разумеется, и правительство Сирии. Рассчитываю, что Россия, Иран и Турция вместе приложат самые активные усилия, чтобы сделать эту работу максимально продуктивной. Убеждён, что успех предстоящих преобразований во многом зависит от решения социально-экономических проблем Сирии, восстановления промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования. Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминирование освобождённых территорий, оказание содействия в возвращении беженцев. Кстати говоря, уважаемые коллеги, после наших с вами решений и реализации создания зон доэскалации, сотни тысяч беженцев уже возвращаются к родным очагам. Учитывая колоссальный масштаб разрушения, можно было бы вместе подумать о разработке долгосрочной комплексной программы возрождения Сирии. Экспертами наших стран проведена серьёзная подготовительная работа по содержательному наполнению сегодняшних переговоров. Поэтому уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договорённости послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению её суверенитета, единства и территориальной целостности. В целом будут способствовать стабилизации положения на Ближнем Востоке. Я, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание и хотел бы предоставить слово президенту Ирана, господину Хасану Рухани. А затем попрошу выступить нашего друга, президента Турции Эрджа Пардаляна. Во имя Бога милостивого, милосердного, уважаемый господин Путин, президент Российской Федерации, Вначале хотел бы поблагодарить уважаемого господина Путина, президента России за организацию этой важной и откровенной встречи в прекрасном городе Сочи. Я хотел бы вас искренне поблагодарить. Отрадно, что менее чем за один год после начала астанинского процесса тремя странами Исламской Республики Ирана, Российской Федерации и Республики Турции предприняты общерные усилия для противодействия терроризму, а также экстремизму, а также подготовленные соответствующие почвы для политического урегулирования кризиса в Сирии. И сегодня открывается новая перспектива для завершения кризиса в Сирии. Очень рад, что три страны, подчеркивая территориальную целостность, национальный суверенитет, независимость и единство в Сирии, обязались тесно сотрудничать для создания мира и стабильности в Сирии. Кризис в Сирии с самого начала сопровождался прямым иностранным вмешательством, в том числе путем размещения, оснащения и снабжения оружием и всесторонной поддержкой боевиков, которые впоследствии создали костяк ИГИЛ и Аль-Нусра и были применены для раздувания пламя терроризма в этой стране. И как раз это являлось важным фактором для затягивания этого кризиса. К счастью, сегодня находимся в условиях, когда главные основы ИГИЛа разрушены, а остальные террористические группировки находятся на склоне своего распада. И эта победа, несомненно, обязана смелости сирийского народа, а также добровольцев, бойцов и отважных молодых людей, которые разрушили дьявольские крепости терроризма и потушили пламя зла. Они являются авангардами международного сообщества в борьбе с отвратительным варварством, которое угрожает всей человеческой цивилизации. Необходимо, чтобы продолжать борьбу с терроризмом, с тем, чтобы искоренить последние ячейки терроризма и всех токферистов в Сирии. И с тем, чтобы народ Сирии больше не находился под гнетом терроризма и террористических действий. Если народы и страны региона сегодня должны получить урок от искусственно созданного кризиса в Сирии, этот урок заключается в том, что некоторые державы, которые утверждают, претендуют на народовластие и права человека для достижения своих недальновидных целей в регионах, не отказываются от широкого инструментального использования терроризма и насилия в регионах. И урок, который эти державы не получили, заключается в том, что последствия поддержки терроризма и экстремизма не останутся в одном регионе. И будет распространяться это зло, будет распространяться на все регионы мира. И сегодня регион находится в преддверии новых условий эскалад уничтожения насилия. И те, которые создали терроризм, они с обеспокоенностью и испугом перед поражением терроризма и переносом насильственного саляфизма внутрь и в свою страну, они стараются создать новый кризис. И ту стабильность и те усилия, которые страны региона, в том числе Иран, применяют, они ставят под вопрос. Народ Сирии в течение больше шести лет боролся с такфиристым терроризмом, который обеспечивался финансовым оружием и разведданными иностранных государств. В этой неравной борьбе нуждался в поддержке дружественных народов и правительств. И в этой связи Исламской республики Иран первым правительством, которое ответило на призыв правительства и народа Сирии с тем, чтобы помочь бороться с терроризмом. Мы ответили позитивно на этот призыв и поддерживали легитимное правительство Сирии и с целью борьбы, уничтожения террористов и предотвращения повтора этой модели дестабилизации мусульманских стран, подобной того, что мы видели в Афганистане и Ираке. Мы оказали свою помощь народу Сирии для возврата к мирной и безопасной жизни. В Иране до этого тоже в Афганистане и в Ираке все то, что мы имели возможность для обеспечения безопасности и восстановления этого государства, а также борьбы с терроризмом, мы применили все свои возможности. И в этой работе работали, осуществляли сотрудничество с легитимными правительствами этих правительств. Мы в борьбе с международным терроризмом настроены очень серьезно, и мы готовы по просьбе других стран региона оказать им такую помощь. К сожалению, некоторые страны в нашем регионе, следуя Соединенным Штатам и сионистскому режиму, занимаются созданием разногласий и розни между народами региона и хотят ответственность результата своей недоброжелательной политики, основанной на создании раскола и переложить на других. Как раз практически политика Ирана, активное участие которого является в постанинском формате одним из его проявлений, это является борьба с рознью и смутой. И наша стратегия заключается в сотрудничестве, а не в конкуренции. Наша стратегия основана на координации, на контроле, на сотрудничестве с народами, на дружбу, а не на вражде. Заявляю, что все усилия Исламской Республики Иран основаны на принципах и норм международного права и уставе Организации Объединенных Наций путем легитимного сотрудничества, а также основаны на поддержке стабильного региона. И здесь наше сотрудничество на этой встрече тоже показывает, что наши страны путем сотрудничества разрушили прогнившее тело террора на территории Сирии. И мы рассеяли густой тен ИГИЛа в этой стране, мы обрисовали ясную перспективу для региона. В наших словах наша высокая миссия заключается не только в борьбе с терроризмом, но и применение силы для искоренения различной формы дискриминации, бедности и усилия. Поэтому надо расширять и углубить контакты и региональные институты. Подобным подходом можем сформировать более мощный регион и вместе использовать все его преимущества. Сегодня, когда мы находимся в преддверии проведения Конгресса национального диалога миссирийского, считаю необходимым отметить следующие пункты до достижения результата. Первое. Борьба с терроризмом еще не закончилась. И ни в коей мере нельзя недавние победы против ИГИЛа сделать так, чтобы мы отказались бы от опасности борьбы с такферизмом терроризма в регионе. Поэтому необходимо оказать помощь народу Сирии с тем, чтобы необходимой консолидации до полного поражения терроризма в Сирии, они продолжали бы эту борьбу. И в этой борьбе уважение к национальному суверенитету Сирии, конечно же, является неотъемлемой частью. И нет никакого повода для присутствия иностранных сил на территории Сирии без разрешения легитимного правительства этой страны. И долгие годы борьбы с терроризмом и их покровителей, народ Сирии находится в той ситуации, которые, используя новые условия, могут сделать за свое будущее, в которой были бы гарантированы необходимые потребности народа, и национальное разнообразие, этническое разнообразие, а также будет бы стабилизирована народная демократия, народовластия. И народ Сирии не будет позволять иностранцам, чтобы вмешивались в их внутренние дела. И любое дело, которое будет противоречить национальному суверенитету, то территориальной целостности, единства и независимости этой страны, конечно же, будут противостоять. Третья роль международного сообщества в будущем Сирии, конечно же, должна быть направлена на оказание помощи народу этой страны, с тем, чтобы они достигли стабильности, устранения, страдания этого народа, а также с тем, чтобы положить конец иностранному вмешательству или навязыванию своих мнений народу Сирии. И на этом пути оказание всемирной гуманитарной помощи является очень важной, и без политической повестки. И с тем, чтобы просто снизить страдания народа Сирии, надо включить, конечно, приоритет повестки дня. Создать необходимые условия для добровольного возврата беженцев на свои родные края. И здесь необходимо сотрудничество стран и международных организаций. Восстановление Сирии, а также экономическое развитие этой страны нуждаются во всемирной помощи международного сообщества с упором на создание пострадавшей уничтоженной инфраструктуры, а также создание возможностей для производства в этой стране с учётом участия региональных стран. Как раз наша сегодня встреча является началом этого нового этапа. И наши совместные усилия за последние 11 месяцев показали, что только с помощью политической координации сотрудничества, и также на земле, и также на сторону выполнения тех или иных договорённостей, мы смогли бы достичь успеха для предотвращения, для остановки терроризма и насилия. Что касается Конгресса, Национального конгресса, тоже для того, чтобы этот конгресс достиг успеха, как и в астанинский процесс, необходимо координировать позиции всех трёх стран на всех уровнях. В конце хотел бы поблагодарить народы правительства Казахстана за организацию встречи в астанинском формате, за народы правительства Турции, господина Эрдогана, и правительства народа России, и также господина Путина за координацию и проведение встречи в астанинском формате. Искренне я вас всех благодарю. Я надеюсь, что продолжение этого трёх странного сотрудничества подготовит соответствующую почву для урегулирования скорейшего кризиса в Сирии, а также для урегулирования этого изнуряющего конфликта. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Все мы хорошо знаем, что особая нагрузка в связи с большим наполовым беженцев лежит на плечах Турции. Это беспрецедентная ситуация. Сотни тысяч, миллионы людей находятся на территории Турецкой республики. Турция сама неоднократно становилась объектом террористических атак. Я передаю слово президенту Турции, господину Эрдаку. Очень большое спасибо. Господин президент, уважаемые друзья, дорогие члены прессы, я хочу выразить удовлетворение тем, что я нахожусь вместе с вами здесь, в Сочи. Уважаемый друг Путин, благодарю вас за то, что вы здесь принимаете на стройственном формате. Отдельно также хочу выразить благодарность господину Путину за гостеприимство, которое оказывает он мне лично, а также моей делегации. На прошлой неделе в Сочи мы опять здесь встретились с ним и подробно обсудили сирийский вопрос. Наряду с этим вопросом мы также обсудили турецко-российские отношения на прошлой неделе. Сегодня в присутствии также уважаемого друга Рухани, на этот раз мы сможем дать оценку всем вопросам в стройственном формате. Пользуясь случаем, также еще раз хочу коснуться землетрясения, которое на прошлой неделе также пострадал Иран. Желаю быстрейшего выздоровления всем раненым и хочу сказать, чтобы пусть упокоит Аллах душу всех погибших, как иранских наших братьев, так и иракских братьев. Данный тройственный совет имеет большое значение в относительности того, чтобы окончательно остановить кровопролитие, а также покончить с трагедией, которая на протяжении долгих лет продолжается. Весь мир стал свидетелем того положительного шага относительно тесного рабочего совета, который был образован между Турцией, Россией и Ираном относительно сирийского вопроса. Да, конечно, в Астане с уважаемым господином президентом Назарбаевым хочу также его выразить за это мероприятие, которое он предоставил в Казахстане. Эти астанинские встречи пошли на пользу всему региону. Слава Аллаху! Но достигнутый результат значительный, но мы не считаем этот результат достаточно. Считаю, что все заинтересованные стороны должны внести значительный вклад для политического разрешения, для установления политического разрешения, стойкого и действительного политического разрешения вопроса. Приемли мы для сирийского народа. Прошли встречи наших глав генштабов наших стран, и это привело к тому, что этот тройственный саммит будет тем, именно результатом всех наших встреч. Считаю, что в этом контексте мы отсюда уедем с хорошими пожеланиями. Иншаллах, я верю, что сегодня мы здесь примем критические решения. С этими чувствами я молю Аллаха, чтобы этот саммит пошел на пользу и благо. Большое спасибо. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok